В эфире АСТ ТВ главная информационно-аналитическая программа «Итоги дня» в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Вместе с вами в прямом эфире мы обсуждаем основные события в Иркутской области и в мире. И главная тема дня сегодня – общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Депутаты Иркутской области сегодня поддержали эти поправки. На сессии ЗАГСобрания парламентарии отдали 27 голосов «за». Это большинство. В главном документе государства, и это самое основное, предлагают закрепить важные социальные гарантии. Они направлены на поддержку семьи, ее ценности, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Всего изменения коснутся 41 статьи действующей Конституции. Закрепляются в Конституции, и это очень важно, индексация социальных пособий и других пособий, индексация пенсий. Что бы ни происходило в экономике, все равно наше население, которое обеспечивается этой поддержкой, не пострадает. Те поправки, которые предлагала КПРФ, как раз предлагают другое, более высокое качество. И они несли бы за собой позитивные результаты. Фракция ЛДПР поддержала проект закона и поправки Конституции по многим причинам, но в том числе и за то, что наконец-то в Конституции будет отражен статус русского языка, как языка государства образующего народа. ЛДПР и наш лидер Владимир Вольфович Жириновский долгий год добивался этого, чтобы было упоминание о русском народе. До 22 апреля у нас еще достаточно времени для того, чтобы свою позицию донести до жителей Иркутской области и сделать все возможное для того, чтобы 22 апреля явка людей на избирательные участки была гораздо выше, чем она была до этого. Чтобы донести позицию, что каждый должен прочитать эти поправки и каждый должен принять участие в тех законах, по которым они будут жить. И о поправках в Конституцию сегодня поговорим с доктором юридических наук, человеком, который входил в Конституционную комиссию и разрабатывал Конституцию страны в 1993 году, Сергеем Шишкиным. Сергей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Все-таки хочется спросить, эти поправки, какие из них наиболее важны? Понятно, что в основном документе каждое слово на вес золота, и все же, может быть, есть принципиальные моменты. Такие моменты, конечно, есть, они высказаны президентом как бы в первом блоке его законоположений. Это касается прежде всего суверенитета России, примата национального права над международным, это касается темы социального государства, это тема, которая перестраивает каким-то образом отношения среди трех П парламент, правительство, президент. Это поправки, которые уточняют тему публичной власти. Короче говоря, разные главы затрагивают, разные социумы затрагивают эти поправки, и поэтому каждая из них по-своему важна, интересна. И, в общем-то, так или иначе касается каждого гражданина, независимо от того, понимает он это, осознает это, осознает как-то или нет, поскольку там в общей формуле, в общем виде, в обобщенном виде затрагиваются разные аспекты повседневной действительности всех граждан Российской Федерации. Я не могу не спросить у вас, как у человека, который участвовал в разработке Конституции в 1993 году, тогда и сейчас два разных момента страна все равно изменилась за это время, и принципиальные моменты могли измениться тоже. Вот по-вашему, да или нет? Ну, в рабочей группе представители молодого поколения высказывали тему, там цифровая экономика, информационное новое пространство, еще какие-то новеллы, которые, ну, пришли, скажем, последние 27 лет. А я бы подчеркнул, что когда мы работали в Кремле в 1993 году, у нас было слишком много, мне кажется, демократического романтизма. Мы полагали, что Европа — это, значит, пространство между Владивостоком и Лиссабоном, и мы интегрированы с Европой и остальной. Но последние годы эти санкции, давление, политизация всех отношений, так сказать, они привели к какому-то прояснению, что ли, сознания, и это тоже новелла сегодняшнего дня. Поэтому президент, в общем-то, и из своей практики каждодневной сделал выводы, каковы границы взаимодействия по внешнему контуру, как нужно строить на каких принципах внутреннюю политику, что перестроить, что работает, что не работает. И идея такая — дать новый импульс еще лет, ну, скажем, на 30-50. Вот. Эти поправки надо осмотреть. Мы с вами, если вы были визионерами, то мы бы заглянули, например, в завтрашний день лет на 30 и увидели, насколько вот сегодняшние вещи, которые мы начинаем дебатировать, и до 22 апреля, я думаю, будет дискуссия между всеми нами идти, зачем нужно принимать. Сегодня вот и в законодательном собрании была бурная дискуссия, представители левого меньшинства, так сказать, предъявляли какие-то свои аргументы против того, что надо править Конституцию и так далее. Я всегда отношусь к тому, что надо бережно относиться к тексту Конституции, потому что он сакрален в каком-то смысле, он венчает какие-то пиковые положения в борьбе между разными большими группами населения. Мы помним стрельбу по Белому дому в октябре 93-го года. Поэтому для нас немаловажно сегодня, когда вот эти новые вещи, особенно социального государства, касающиеся разных категорий от стариков до малышей, затронуты в тексте, мы бы хотели, конечно, чтобы и люди сегодня уже более спокойной обстановки, хотя относительно спокойной, вы видите, что происходит в последние дни с рублем, с нефтью и так далее. Но тем не менее, чтобы государство развивалось, мы, конечно, должны приходить и поддерживать, так сказать, основной закон, голосовать за него, вот, со знанием дела, с пониманием того, что идея социального государства прорастает через реальные механизмы, через то, что закреплено, ну, в виде цифр. Вы знаете, идет дискуссия относительно того, конституционная это материя или нет. И президент по этому поводу высказывался. Он сказал, что хуже не будет, если мы закрепим тему индексации. Это тоже тема о 30-50 годах, так сказать. Вот. И я думаю, что это принципиально важная вещь. Вот. И поэтому, мне кажется, идея социального государства должно привлечь каждого гражданина России, так сказать, в поддержку. Но все-таки некоторые социальные вещи, да, на социально направленные, они закреплены и так во многих законах. Все-таки это важно закрепить. Высшая юридическая сила основного закона, она, понимаете, дает как бы такое таргетирование, целеполагание для законодателя и в развитии в текущем, так сказать. И поэтому, мне кажется, что, чтобы не теряли ведомства, министерства, исходя из каких-то групповых интересов, из минутных моментов, не теряли вот такую нить ариадной, так сказать, очень важно закрепить это на уровне основного закона, высшей юридической силы придать. И тогда и система ценностей для тех, кто будет дальше разрабатывать текущее законодательство, принимать конституционные законы, будет, но они не будут сползать куда-то в сторону, так сказать, будут строго следовать идеям, заветам. Это, понимаете, в Конституции же много норм принципов, понимаете, норм программного характера. И поэтому вот эти все нормы, они являются такими стабилизаторами, мощными для вообще развития всей правовой системы России. Я думаю, стоит разъяснить, если социальная направленность зрителям более-менее понятна, потому что она относится как раз к обычным людям, то очень интересное изменение роли парламента, как-то это повлияет на жизнь страны? Президент несколько раз подчеркнул о том, что Россия не является парламентской республикой, и была бы ошибка развивать эту идею слишком далеко. Ну и на самом деле, Братская Монголия рядом демонстрирует, знаете, иногда Кашемирова, революция, я как туда не приеду, там все время меняется правительство, то есть там идет чехарда. Поэтому укрепление вертикали власти президентской должно сопровождаться таким легким развитием компетенции парламента, чтобы там не было им скучно, чтобы они чувствовали, что не отрываются от чаяни простых людей. Поэтому парламенту даны сейчас возможности более мощного влияния, влияние парламентского большинства на формирование исполнительной власти в лице правительства Российской Федерации. Это, конечно, новелла, это в значительной степени открывает дороги не только представителям правящей партии, но и всем парламентским партиям, так сказать, за министерские посты, премьер-министра, вице-премьеров и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, парламент, конечно, набирает вес. Что касается второй, верхней палаты, Совет Федерации, которую мысли как палату регионов, ее тоже начинают насыщать новыми полномочиями части правоохранительного блока, утверждения, так сказать, прокуроров, и не только генерального, но и прочих, влияния на судебную систему, так сказать. Поэтому, мне кажется, идет какое-то новое обогащение, так сказать, возможностей правового характера всех ветвей власти. Хотя, с точки зрения классической теории разделения властей, ничего тут особенно, так сказать, не меняется. Единственное, у меня есть сомнения по поводу Госсовета. Найдет ли ООН свое место вот в этой классической триаде правительства, президент и парламент? Вот, найдет ли? Посмотрим. Да, мы посмотрим. А сейчас мы посмотрим и обратились сегодня к иркутянам с вопросом, устраивают ли их поправки в Конституцию. Процесс обновления основного закона государства происходит стремительно, и с момента формирования рабочей группы о внесении поправок в Конституцию России прошло почти два месяца. За это время Госдума одобрила законопроект в двух чтениях. Успевают ли иркутяне следить за всеми новостями о поправках и как горожане относятся к таким изменениям, мы спросили у них сегодня. Практически все нормальные, в основном они на социалку направлены, я к ним отношусь положительно, пойду голосовать обязательно. За или против? За, конечно. Я так понимаю, все время все меняется, слежу за документами, но итогового результата же нету, он может и очень кардинально измениться в будущем, поэтому принимать решение нужно будет, скорее всего, в последнюю неделю. Я считаю, что их вообще не надо будет никаких поправок делать совершенно, и сказать, что какая-то одна нравится и все не нравится, это уже невозможно. Какие поправки? Ничего не слышал об этом. Очень много хороших положений, которые устраивают на самом деле. Это касаемые вещи национализации элит, вещи касаемые социальной поддержки, улучшения состояния, ну вообще уровня жизни граждан. Ну а мы продолжаем разговор с доктором юридических наук Сергеем Шишкиным. Сергей Иванович, вот мы посмотрели, да, есть люди, которые ничего не слышали о поправках и о голосовании, есть люди, которые пойдут и проголосуют за, есть те, которые не согласны с какими-то моментами. Вот мы сегодня проводили опрос на нашей странице в инстаграм, аисттв.ру, и там 43% респондентов ответили, что они не пойдут на голосование, и 57% ответили, что да, пойдут. Вот в вашем прогнозе, как доктора юридических наук, все-таки совпадают цифры? Ну, вы, наверное, знаете, что я веду свой канал, Шишкин Лес Лайф, и я, пользуясь случаем, призываю телезрителей подписаться на мой канал, потому что я предполагаю продолжить конституционную тематику вплоть до 22 апреля, где буду стараться аргументировать позицию, почему надо пойти, какие нюансы для нас важны, как для простых людей. Люди, конечно, живут разной жизнью, и кто-то имеет возможность обратить внимание на работу рабочей группы, кто-то не обращает внимания. Но вы же знаете, если вы не занимаетесь политикой, политика непременно, рано или поздно, вами займется. И поэтому люди должны с открытыми глазами, с пониманием того, что происходит вокруг, в внешнем контуре, в повседневной жизни, все-таки понимать и вырабатывать свою позицию. Я же не говорю, что все должны прийти, все 57% или 65% или 70%, так сказать, и проголосовать за или проголосовать против. Мы должны действовать всегда осознанно, с собственным интересом, с собственным прагматизмом, с собственным опытом житейским. И поэтому, мне кажется, нам нужна вот эта постоянная дискуссия. И будем считать, что наша программа, она открывает целый цикл этих дискуссий, разговоров, передач. И мы, в конце концов, должны подойти, мы, как общество, должны подойти к осознанному выбору 22 апреля. Для того, чтобы 23 апреля уже комфортно ощущали, так сказать, действия новых норм, поправок, так сказать, Конституции Российской Федерации. Думаете, это так быстро произойдет? А вы знаете, оно происходит достаточно быстро. Во-первых, знаете, чувство исполненного долга, оно должно давать такое единение, такую самоидентификацию тебя, как гражданина России. Когда ты делаешь это осознанно, не то, что тебя кто-то обдурил, да, то это тоже, знаете, такое внутреннее самоуважение у человека возникает. А потом, когда начинают уже действовать те правовые механизмы, которые будут там заложены, ну, вот с теми же деньгами, да, люди начнут это ощущать собственным карманом. И поэтому, мне кажется, вот это достаточно быстрое оперативное самоощущение. Вот, я в этом просто убежден. Но если говорить о чувстве выполненного долга, насколько у нас, по-вашему, общество в России, да, люди готовы на себя брать ответственность в принятии таких важных государственных решений? Вы знаете, я в последнее время заметил, что молодежь как-то пробудила интерес к политической жизни, но вот муниципальные выборы в сентябре, которые прошли, вы видите, 26 всего лишь процентов. То есть из 100 человек 26 только пришло голосовать за депутатов Думы городской. Важно это или не важно? Конечно, важно. Мы это все будем понимать. Так и здесь. Я считаю, что явка должна быть, она будет тогда высокей, когда человек осознает, что его позиция, она кому-то интересна, кому-то важна. И вы заметили, президент все время подчеркивает, как скажет народ, я буду опираться на его мнение. Это, мне кажется, не просто призыв какой-то, это вообще апелляция к здравому смыслу каждого человека. И поэтому мы за месяц, я думаю, сможем докопаться до истины и понять по каждой конституционной норме, как важно вот это или это положение Конституции. Еще я хотела спросить о роли Конституционного суда, потому что оно тоже меняется. Роль Конституционного суда меняется и меняется значительно. Сегодня Конституционный суд может быть высшим юридическим оценщиком текущего законодательства. Если сегодня, скажем, Конституционный суд решает, соответствует или не соответствует Конституции тот или иной закон, то есть очень узкий коридор, то завтра Конституционный суд получит возможность прямого решения по правовым конфликтам. Он может четко выразить свою позицию, сказать, что вот вы в этой части нарушаете действующий закон и дать вам правовую оценку. Это совершенно другая степень активности. И я думаю, что это для граждан очень хорошо. Тем более, если мы уходим из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, то компенсируем этот отход как раз нагружением новыми правовыми возможностями собственного Конституционного суда. До 22 апреля еще больше месяца и форма бюллетеня пока неизвестна, как и формулировка самого вопроса. Рано еще об этом говорить? Рано, но мы сегодня должны четко пояснить телезрителям, что у нас не будет референдума, у нас будет плебисцит. Без него можно было в принципе обойтись. Ведь механизм, который запущен и сегодня закончится во всех субъектах федерации голосования в законодательном со временем подобном нашего, можно было бы на этом остановиться, подписать закон и было бы легитимно. Но президент говорит, нет, этого мало. Давайте пойдем к людям, давайте спросим мнение народа, давайте подкрепимся, все наши юридические вот эти инстанции подкрепим общественным мнением. Пусть народ проголосует, пусть он скажет. Это вообще одобрение курса. Не только конкретных конституционных норм, но и вообще это вопрос доверия, это, понимаете, тема, чтобы не было разрыва между властью и народом, так сказать. Это, мне кажется, новелла и открытость, так сказать, президента Путина. Спасибо, Сергей Иванович. Я напомню, что поправки в конституцию страны мы сегодня обсуждали с доктором юридических наук Сергеем Шишкиным. Через пару минут мы вернемся. Одно из самых удивительных явлений природы происходит именно здесь, в Японии. Люди со всего мира приезжают полюбоваться цветением сакуры. Путешествуя с юга на север, они открывают для себя многообразие сакуры в течение более чем трех месяцев. Кажется, будто бы небеса спустились на землю. Сон не его. Enjoy my Japan. Гастроли по многочисленным просьбам зрителей. Дмитрий Исаев, Максим Дрозд. Трагикомедии «Поиск от счастья». 28 марта в Драмтеатре имени Охлопкова. Телефон 436-00. Тысячи моделей модного нижнего белья и ярких купальников в салоне Люмери. Для нее и для него. Красота и качество из Европы, Белоруссии, России и Прибалтики. Подарочные сертификаты. Торопись в Люмери. Доставка настоящих блюд. Можно привыкнуть ко всему, но нельзя привыкнуть к плохому зрению. В МНТК «Микрохирургия глаза» на Лермонтово скидка 10% на операцию по коррекции зрения «Фемталасик» по 20 марта 2020 года. Мы владеем искусством возвращать зрение. Телефон в Иркутске 564-119. Продвигай местное. В Иркутской области все готово, чтобы представить новый бренд региона. Он будет зонтичным, а значит, сможет охватить все направления. Биотех, цифровая экономика, экология, качество жизни, туризм. Основная идея под единым брендом продвигать Иркутскую область, в том числе через местную продукцию, тем самым выходя на российские и зарубежные рынки. Единый бренд «Байкал Фьючо» позволяет как продвигать регион через его продукцию, так и продвигать продукцию через бренд региона. Местные производители смогут выходить на внешние рынки более конкурентоспособными. Мы выделили несколько направлений. В такие направления входит «Байкал Космос». Например, они занимаются изучением проектов в сфере гелиофизики. И также «Байкал Вейв», который будет заниматься продвижением байкальской воды. Вот все это, конечно, с защитой и с наименованием места происхождения товаров. Девять команд студентов под руководством кураторов, руководителей компаний крупного и среднего бизнеса, разработали предложение в стратегию социально-экономического развития Иркутской области. Выбрали из них ключевые направления. Биотех, цифровая экономика, экология, качество жизни, туризм. Все они создают зонтичный бренд байкальского региона. Участие студентов в разработке стратегии социально-экономического развития Иркутской области. И есть первый шаг повышения их лояльности к региону, готовности жить и развиваться именно в нем. Предложения войдут в стратегию социально-экономического развития Иркутской области на ближайшие 10 лет. Сегодня проекты представляют главе региона. Игорь Кобзев говорит, что главный бренд Иркутской области – Байкал. Должны созданы соответствующие условия, должна быть безопасность. Почетом времени, может быть, это временные явления, связанные с ограничением внешнего туризма. Переориентация на внутренний туризм, создание условий, которые в данном вопросе наши жители других регионов это понимают, мы не должны создать такую транспортную доступность. А еще Игорь Кобзев уверен, если молодые люди сами определяют будущее, то они и жить в нем захотят. А значит, это хороший стимул закрепить юношей и девушек в родной области. Яна Романова, Артур Ощупкин, Аист ТВ. Решить многолетнюю проблему пробок и сделать современную дорожную развязку в отдаленном районе Иркутской области. Скоро это станет возможно. В поселке Залари смонтировали последнюю балку на путепроводе через железную дорогу. В чем была сложность при реализации проекта и когда объект введут в эксплуатацию? Мадина Халикова и Сергей Коваленков побывали на большой стройке и узнали все подробности. Это сейчас здесь длительные пробки через переезд. Иногда водителям приходится стоять несколько часов, чтобы попасть на другую сторону поселка. Интенсивность движения высокая, в час может проехать более 100 машин. А поезда, особенно зимой, ходят с интервалом в 5-7 минут. Расположение экстренных служб тоже разделено железной дорогой. И случается так, что дождаться скорую практически невозможно. И вот долгожданное решение – строительство путепровода. К нему приступила дорожная служба Иркутской области. Скапывалась большая пробка, иду, и стоял народ. Но сейчас с водом путепровода у нас сразу резко уходит в небытие. Это проблема. Как-то, например, железнодорожный переезд в поселке Залари. Всё. Она забудется, и будет движение нормально. Люди спокойно по новому путепроводу едут с одного края поселка в другой. Специально тяжёлая техника, предоставленная дорожной службе Иркутской области, а именно восстановительный поезд с краном, грузоподъёмность которого свыше 200 тонн, поднимает блок на конструкцию. Осложняются работы тем, что выполнять монтаж балок можно только тогда, когда движение поездов полностью остановлено и обесточены контактные сети. Для этого железная дорога специально выделяла пятичасовое окно и сдвигала расписание поездов. Нужно было смонтировать восемь балок. Интенсивность движения на железной дороге очень большая. Поэтому для того, чтобы нам, мы ожидали практически эти окна почти два или три месяца, всё-таки железная дорога смогла найти резерв вот этого времени, организовала временную схему электроснабжения, демонтированные опоры, демонтированные ригеля, чтобы можно было всё-таки это выполнить. Одна из главных особенностей строительства – те самые балки весом в 60 тонн и длиной 33 метра. Именно для этого путепровода специалисты завода в Ангарске освоили технологию и изготовили блоки. А ведь раньше приходилось заказывать балки в Красноярске и Улан-Удэ. Теперь же проблема решена. И вот долгожданный момент. Центральная часть путепровода через железную дорогу готова. Сейчас здесь вовсю кипит работа, но ещё примерно полгода потребуется на то, чтобы обустроить проезжую часть. Здесь появится и пешеходная зона, и новые барьерные ограждения. Также необходимо выровнять проезжую часть и сделать новый асфальт. А на протяжении всей развязки и на подъезде к путепроводу сделают 60 опор освещения. Такого масштабного проекта в Золаринском районе ещё не было. Полностью реализовать его планируют к 1 сентября. К строительству путепровода над железной дорогой в Золарях приступили осенью 2018 года. Стоимость объекта – почти 400 миллионов рублей. Муниципалитет смог реализовать этот масштабный проект благодаря софинансированию из областного бюджета. А вот магистрали в Братске отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Рио губернатор Игорь Кобзев привлёк 1 миллиард 200 миллионов рублей на реконструкцию и строительство нового дорожного полотна из федерального бюджета. Нарожная сеть в городе обширная. Кроме того, через северную столицу проходит участок федеральной трассы «Вилюи», ведущей в Якутию. Сейчас он содержится за счёт муниципальных средств, при том, что есть решение суда о передаче его в федеральную собственность. Кроме того, Братск нуждается ещё и в строительстве моста через железнодорожные пути, который позволит обеспечить безопасность движения при развитии грузового потока. Вопросы дополнительного финансирования глава региона обсудил с мэром Братска Сергеем Серебренниковым. Я напомню, в Братске более 500 километров дорог и проездов, и то финансирование, которое заложено, было недостаточно. Я попросил ещё поддержки финансовой, и вчера при участии Игоря Ивановича Кобзе у нас состоялась встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации. Он внимательно прочитал моё прощение. Тут же при мне сделал звонки в правительство Российской Федерации, дал поручение. Я вышел абсолютно ошарашенный и доволен. На обращение мэра уже есть положительная резолюция заместителя председателя правительства России Марата Хуснулина. Окончательно вопрос решат через две недели. Возле Курминского залива в Иркутске нашли десятки деревьев с обтёсанной корой. Подозревают, что так вековой лес готовят к вырубке. С проверкой выехала природоохранная прокуратура. Вместе с ней лес осмотрел и наш корреспондент Захар Семёнов. Курминский залив Иркутского водохранилища – место популярное. Красивые пейзажи и хороший клёв привлекают рыбаков со всего города. И, как правило, следы пребывания человека остаются в лесу. В том числе в виде затёсок на деревьях. Местные предполагают, таким способом сосны хотят вывести чёрные лесорубы. На место приехала природоохранная прокуратура и лесопатологи. Дерево выделяет смолу, соответственно, потом подрубается немножко часть какой-то щепы. Смоленой горит долго, хорошо, разжигают костры. То есть это вот только для этого. Это не коммерция какая-то ещё что-то. Но это повреждение, достаточно сильное повреждение для дерева. То есть вот оно уже, мы видим, усыхают сучья. Ну, крона ещё зелёная. То есть функцию оно своей как бы ещё выполняет. Таких раненых сосен на заливе десятки. По цвету затёсов видно. Некоторые деревья подрубают уже несколько лет. Лес расположен в водоохранной зоне. И за его порчу предусмотрен штраф. Но измерить ущерб специалисты не могут, ведь деревья продолжают жить. Тем не менее, рейды в этих местах будут делать чаще. Увеличим количество рейдов. Я думаю, будут привлекаться и сотрудники лесничества, сотрудники полиции к этим рейдам. Будут привлекаться сотрудники рыбоохраны. Бороться с этим надо. И если вы идёте в лес, проводить время. Ну, наверное, хотелось бы в него ходить не один год, а ещё и детей своих туда привозить. А для этого лес надо беречь. Сейчас природоохранная прокуратура проводит проверку. Всем любителям рыбалки и живой природы напоминают. Любая хозяйственная деятельность в водоохранной зоне запрещена. Жечь костры можно только в разрешённых местах. А чтобы не вредить деревьям, лучше развести огонь хворостом. У Иркутского областного управления Роспотребнадзора новый руководителем стал Дмитрий Савиных. В этой должности он сменил Алексея Пережогина, который возглавлял ведомство в течение 10 лет. А сегодня организация подвела итоги работы за прошлый год. Приоритетом для Роспотребнадзора остаётся защита прав потребителей. Так, в 2019-м специалисты управления дали 52 консультации по судебным делам. Также активно проводили лекции и бесплатные семинары с целью повысить уровень грамотности покупателей. В этом году ознакомительных мероприятий станет больше. Масштабное производство приводит к тому, что меняется у нас климат, загрязняется наша среда, что приводит к улучшению качества жизни нашей. Поэтому призвано к тому, что, наверное, призывает Всемирный день защиты прав потребителей, к тому, чтобы каждый потребитель всё-таки при покупке товара думал, стоит ли ему это купить, нужен ли ему этот товар, либо не нужен. Мы в своей практике удивляемся до сих пор всё-таки, что у нас потребители низкий уровень грамотности у них. Некоторые вообще никогда не слышали, не знают, что такое закон о защите прав потребителей. Даже обидно. Не особо потребители любят обращаться к специалистам. Продолжаем выпуск. 16 памятников офицерам, участникам Великой Отечественной, восстановят в Иркутске. На Русско-Амурском кладбище займутся благоустройством мемориалов в июне. Уже начали подготовку к реализации федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества. Сейчас проведена инвентаризация памятников участникам войны, которые требуют ремонта. Захоронение восстановят, придав им единый стиль, который утвердила специальная комиссия. В неё вошли представители службы по охране культурного наследия региона и администрации Иркутска. Почему именно уделили его внимание? Потому что там, на офицерском кладбище, захоронено 34 офицера. Из них, получается, у 11 памятников полностью отсутствует. Так как уже нету родственников, остались только одни холмики. Поэтому будут установлены новые памятники, ограждения, произведена отсыпка. Всего на русско-амурском кладбище захоронены 649 человек, которые участвовали в боях Великой Отечественной. Кроме того, администрация Иркутска просит родственников офицеров дать своё согласие на благоустройство пяти памятников в связи с требованием закона. Для этого необходимо обратиться в отдел санитарного состояния Комитета городского обустройства по телефону в Иркутске 520-135 или по адресу Сухебатера, 11. Фамилии военнослужащих вы видите на экране. Реестр уникальных документов хотят создать в Государственном архиве Иркутской области. Там соберут исторические документы, возраст которых иногда превышает три века. Алексей Шопенков об идее и проблемах. Быть первым читателем за десятки, а то и сотни лет. Такая работа у Анны Сердюковой. Сегодня в руки сотрудницы Госархива региона попал документ 1650 года. 370 лет назад писарям были сделаны копии отводных на землю с данными первых поселенцев земли Сибирской. Поражает, насколько хорошо сохранился данный документ. Чернила не выцвели, совершенно можно разобрать, что написано. Конечно, возникают трудности с разбором в некоторых местах в связи с графологическими особенностями почерка писаря. Но в то же время документ сохранился лучше некоторых документов нашего советского периода уже. В Госархив документ попал много лет назад из воеводской канцелярии Ильимского острога. Сейчас это затопленная территория Усть-Илимского водохранилища. Еще один уникальный документ – протокол заседания масонской ложи. Датирован концом 18 века. Внешний вид – кожаная обложка, золотистое тиснение, конечно, символ масонства. Внутри – листы с золотистым обрезом и водяными знаками. Ну и, конечно, еще одной особенностью является автограф князя Голицына, последнего председателя Советов Министров Российской империи. Этот раритет был в семейном фонде секретаря генерал-губернатора Восточной Сибири. Вернулся в Иркутск в середине 20 века из Москвы, из Центрального государственно-исторического архива. Сейчас в региональном госхранилище исторических документов решили создать реестр подобных уникальных материалов. Для этого необходимо пересмотреть почти все дела, а их здесь более миллиона единиц. Естественно, специалисты уже определили наиболее важный круг материалов, с которыми они будут работать в первую очередь. Порядка 300 тысяч дел относятся ко времени до 1917 года. Из этого количества 22,5 тысячи относятся к разряду особо ценных дел. Уникальные документы на сегодняшний день по мере работы своей выявляются. Насколько потенциальных уникальных документов мы сказать не можем. Параллельно идет реставрация архива. По предварительным данным в ней нуждаются почти 18% документов. Она бывает разной – текущей и научной. Первая просто спасает документ. Вторая может восстановить его в первозданном виде, учитывая особенности чернил, бумаги и других мелких, но важных деталей. На 2019-2021 год нам требуется около 700 тысяч только на материалы. То есть это на определенные виды бумаги, на бескислотные картоны и так далее. И на необходимый набор инструментов. Но на это нужны средства, а их у архива нет. А еще ему нужны большие площади. Ведь несмотря на цифровизацию документов, составление электронного архива, оригиналы тоже надо хранить. И даже шестиэтажного здания для этого уже мало. Алексей Шапенков, Константин Синицын, АИС-ТВ. Есть такая профессия – сохранять произведения искусства. В Иркутском художественном музее сегодня открыли большую выставку «Возрожденные шедевры». В экспозиции представили жемчужины коллекции, спасенные реставраторами всей страны. Большую часть произведений к жизни вернули иркутские мастера. Сейчас у посетителей музея есть уникальная возможность увидеть полотна, которые редко показывают публике. И даже такие ночью реставрацию ушло больше полувека. Еще неделю назад пейзаж с башней Франца Эмиля Краузе проходил процедуру омоложения в реставрационной мастерской музея. А сегодня картина 19 века представляет немецкую школу живописи на выставке, посвященной 150-летию иркутского художественного. Вместе с десятками других произведений искусства, спасенных от небытия волшебными руками российских реставраторов. Например, полотну «Увенчание Христа терниями», написанному Тербрюгеном в начале 17 века, жизнь продлили мастера Эрмитажа. А главный реставратор Иркутского музея вспоминает, как тяжело далось восстановление картины любимого ученика Репина Гавриила Горелого. Ведут псов-рыцарей во Псков. А после с помощью химических реактивов удалили загрязнение, натянули картину на новый подрамник, покрыли лаком и восстановили утраты красочного слоя. Четыре реставратора работали над полотном полгода, но настоящий рекорд по срокам восстановления – 50 лет. Установили портреты предков. Это редчайшие свитки из шелка и бумаги, на которых запечатлены генеалогические древа знатных семей Китая. Такие раритеты редко встретишь даже в самой Поднебесной. Пришли они действительно в виде свитков, то есть это были такие свертки, которые невозможно было даже посмотреть, какие изображения на них нанесены. На реставрацию этих произведений положена жизнь реставратора – это Костикова Елизавета Андреевна. Сложность заключалась в том, что это тонкая бумага, наклеенная на шелк. Сами краски минеральные аналоги подобрать было очень сложно, так как краски исторические, требовали очень тщательного подбора. Восстановили реставраторы и уникальную икону 17 века. Владимирская богоматерь неизвестного художника – прекрасный образец северной иконописи. Многие из этих жемчужин коллекции музея выставляют крайне редко. До 26 апреля у посетителей есть возможность увидеть шедевры, возрожденные благодаря настоящим мастерам реставрации. А за что вы любите свою работу? За ее уникальность. Это уникальная работа, поскольку она требует от человека не просто усидчивости, внимания. Прикасаешься к оригиналу, к примеру, Айвазовского или Репина, и ты трепет такой, он не теряется, с годами не проходит. И не надо, чтобы проходил. Вот за это мы и любим свою профессию. Марина Беклемишева, Павел Рютин, АСТВ. И теперь о новости спорта мирового масштаба. Чемпионат мира по бенде в Иркутске перенесен на октябрь. Об этом сегодня ночью сообщила Международная федерация хоккея с мячом. Причина – коронавирус. Напомню, игры группы А, восьмерки сильнейших, должны были пройти в областном центре с 29 марта по 5 апреля. Однако из-за угрозы заболевания сборная Казахстана отказалась от участия в чемпионате. По нашей информации, под вопросом было участие Финляндии и Швеции. И вот в итоге принято такое решение. Точные числа матчей в октябре неизвестны, но скорее всего это середина месяца. Место прежнее – центр ледовых видов спорта Байкал. Работы там продолжаются. Вот что нашей программе в интервью рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению турнира Владимир Матиенко. Готовность высокая. Мы все переносим только лишь по срокам. Есть время еще отказаться от авиабилетов, которые мы же закупали. Мы же все команды от Москвы до Иркутска и обратно за свой счет отправляем. Мы не потеряем сейчас деньги на этом, что очень немаловажно. Летом будет сделана вторая очередь благоустройства вокруг ледового дворца. И это тоже людям приятнее будет прийти в ледовый дворец, который будет как игрушечка, как конфетка сделан. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что вместе с нами подвели итоги дня. Субтитры создавал DimaTorzok